Сельские истории Сельские истории Сельские истории Моих новых знакомых зовут Лариса Евгеньевна, она социальный педагог, и Ольга Анатольевна, заместитель директора. Эти две женщины произвели приятное впечатление, улыбчивые, открытые и, по-моему, очень добрые. Разговор завязался сразу. Почему местечко называется лесное, не знаете? Это место раньше было. Оно относилось к свинокомплексу Порховский, это Поланово. И поэтому вот эта черта, это их хозяйство были. И эти дома от них были построены. И оно так названо. Это как улица, то есть местечко лесное. Рядом, потому что рядом находится лес. Исторический, я так называю. Посадки. И поэтому вот это, вот оно так и называется. Это не с нами связано. Вот. Вообще-то, действительно, землеотделение совхоза Поланово. Сейчас, как бы, этого совхоза, в общем-то, и не существует. Раньше здесь это было очень хорошее хозяйство, крепкое такое. Здесь много было людей. А те, кто живут здесь, они чем занимаются? А они, как бы, ну, все работают в городе Порхове. И кто там, допустим, кто теперь уже пенсионеры, прочее. Ну, очень хорошее. Сколько примерно человек здесь живет? Ну, вот их четыре дома. Четыре дома, да? Да, вот эти дома. Да. И как бы такие очень хорошие люди, потому что у нас, вот сколько существует приют, у нас никогда не было никаких конфликтных ситуаций со стороны населения. Вот, потому что, да, мы наоборот, наоборот, вот, когда у нас какие-то здесь спектакли, какой-то такой вот праздник, мы наоборот стараемся пригласить детей, если у них есть желание, мы их приглашаем сюда, к нам. Почему на входе знак кирпич? Потому что нельзя сюда въезжать, на территорию, как бы, потому что здесь дети гуляют. И это незаконный знак, если честно, то это знак незаконный, но только для того, чтобы вы обратили внимание, что у нас... В сухое время года очень удобно, а в сырое время, когда, очень огромные лужи. И перед нашими воротами вот здесь иногда ставили, ну, такой мини-автопарк, кто приезжает в магазин, еще куда-то. И поэтому в целях охраны нашего вот... Еще, наверное, обратили внимание, что, как бы, вот у нас есть учреждение, сколько мы ни обращались, нам не ставить знак «Дети» официально, вы обратили, поэтому мы сами, мы сами вынуждены были поставить для того, чтобы хотя бы привлечь внимание к тому, что сюда фактически нельзя, но знак этот стоит незаконно. У вас совершенно замечательная площадка, кто вам ее вот такую сделал? Да, это вот Московский торговый дом, площадка установлена в 2007 году, это тоже спонсорская помощь, совершенно, площадка стоит 264 тысячи. Вы прямо наизусть помните все цифры? Да, потому что такое чайное тогда выживалось... Потому что это все шло, все, вот, все, что вот здесь есть, это в основном, как бы, вот эти все двери, вот эти все двери, эти пластиковые окна, это все спонсорская помощь. У нас на 15 детей 10 душевых кабин, ни в одном учреждении такого нет. Пообщаться с воспитанниками отделения социальной реабилитации мне не удалось. Во-первых, каникулы, а значит, многие разъехались. Во-вторых, был тихий час, и никого будить, как вы понимаете, я не стала. Зато оценила уют, который создан в этом учреждении. По словам моих собеседниц, он разительно отличается от того, что подопечные дети видят у себя дома, но домой все равно хотят. Понятно, что нет волшебной палочки, и мы отпускаем их обратно в те же дома, к тем же условиям зачастую, да, и они возвращаются потом к тому же социуму. Но когда они встречаются, вот даже те, кто уже у нас не проживает, самое, наверное, приятное, вот то, что можно отметить, что они всегда здороваются. То есть вот редко, я даже не знаю, вот кто-нибудь, кого-нибудь бы встретил, чтобы дети не интересовались как то. А самое интересное, когда они спустя много-много-много лет вдруг тут оказываются, потому что бывает такая жизненная ситуация. Даже сейчас девочка вот у нас так поступила. Мы уже подзабыли, потому что она была несколько дней всего вот так на перехвате. Она говорит, а я вас помню, я тут у вас была. И когда мы стали говорить, мы вспомнили маму, которую тогда привезли. Ольга Анатольевна, как вы себя чувствуете, а вы меня помните, это, наверное, стоит для того, чтобы работать здесь, вот, и хоть что-то, что-то. Вот самую маленькую малость, вот которой, потому что, вы понимаете, когда видишь оттаяние глаза ребенка, это значит, мы просто здесь трудимся не напрасно. Вот такими добрыми, открытыми и отзывчивыми оказались мои новые знакомые. Я искренне желаю им сохранить и свет души, и теплоту сердец. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62-92-90. Обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей местечка Лесного. Именно для них звучит песня в исполнении Юрия Антонова. А я прощаюсь, через неделю расскажу еще одну сельскую историю. В родных местах ромашкой пахнет ветер, И до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, И серебристей голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, Что в мире есть иная красота, А я люблю свои места родные, Свои родные милые места. А я люблю свои места родные, Свои родные милые места. В родных местах у неба цвет синее, В родных местах просторнее луга, Стволы берез прямее и стройнее, Пусть мне твердят, что есть края иные, Что в мире есть иная красота, А я люблю свои места родные, Свои родные милые места. А я люблю свои места родные, Свои родные милые места. А я люблю свои места родные. А я люблю свои места родные, Свои родные милые места. Пусть мне твердят, что есть края иные, Что в мире есть иная красота, А я люблю свои места родные, Свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, Свои родные, милые места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова